приветствую все зрители у себя на канале достаточно давно один знакомый подарил мне вот такой заводской автомобильный усилитель значит он сразу скажу что не рабочий и восстанавливать его я не буду я буду делать в этом корпусе в ближайшем будущем буду делать нормальный полноценный автомобильный усилитель достаточно большой мощности почему потому что в общем то здесь все есть как бы можно отремонтировать но я по названию посмотрел судя по всему здесь нет инвертора внутри установлены две микросхемы это четырехканальный усилитель каждая микросхема двухканальная в общем установлены две микросхемы с питанием непосредственно 12 вольт примеру на четырехомную нагрузку эти микросхемы не смогут отдать учитывая класс усилителей скорее всего здесь а b класс не смогут отдать мощность более 20 там 22 ватт это как бы тоже то же самое что и штатная магнитола я же намерен здесь внедрить преобразователь напряжения более серьезные усилители возможно даже d класс там блок защиты акустики то есть все по взрослому все по крутому и будет отдельное видео на основном канале мне понравились именно компактные размеры в целом исполнение эта штука не занимает много места и на мой взгляд достаточно много тут алюминия то есть я думаю что два по 42 по 50 здесь такое охлаждение потерпит под 100 ватт это полностью алюминиевый корпус притом толщина тут серьезная по бокам здесь есть ребра в целом про усилитель это четырехканальный усилитель от пионер вот так это выглядит конкретно не могу точно сказать каких он годов но на вид так 90-х моделька называется gm x 84 да да здесь у нас имеются крутилочки регулировка чувствительности до скорее всего по входу далее кнопку индикатор питания больше в принципе здесь но с обратной стороны это входы четыре входа но четыре выхода плюс питания масса питания вот черненький провод и это это тоже подключается на плюс питание чтобы усилитель запустился но здесь некоторые основные характеристики давайте поизучим здесь питание 12 вольт max power 35 ватт максимальная мощность и 4 канала каждый по 35 ватт это очень очень сильное заявление потому что здесь все таки нет инвертора и питание 12 вольт ну ладно 14 и 4 примем то есть при заведенном двигателе там бортовое напряжение повыше получается но никак не 35 ватт учитывая класс усилителя я так предполагаю здесь усилитель именно класса б навряд ли это класс аж с вольта добавка и навряд ли здесь класс д поэтому 35 ватт это слишком сильное заявление сопротивление нагрузки 48 ом ну и в принципе все то есть на 2 ом но это не работает 48 ома обратите внимание сделано в японии правда год выпуска я здесь не увидел жаль сделано в японии и однажды я уже показывал вам заводской автомобильный усилитель японский правда тот был побольше и качество сборки в целом мне понравилось давайте разберем посмотрим что у этого агрегата внутри значит наш усилитель разобран вот так выглядит охлаждение тут конечно же много грязи но термопаста сохранилась хорошо то есть она не сухая за все эти годы нормально сохранилась вот таким вот образом выглядит сама печатная плата и это судя по комплекту хи судя по плате самый обыкновенный шерпотреб здесь плата односторонняя плюс детенаксовая плата здесь нету каких-то дорогостоящих компонентов нету запаса скажем так радует то что по входу имеются дросселя при том они экранированы установлены две емкости низкопрофильные емкости по питанию они по 2200 микрофарад 16 вольт то есть запаса по напряжению здесь опять же минимальный получается запас платы на плате есть большое количество электролитов по входным цепям для уэнчи установлены пленки 0 1 микрофарад ну кажется да что плата простая на самом деле это не так здесь с обратной стороны имеется smd монтаж в частности это операционные усилители по входным цепям здесь предварительные какие-то усилители собраны это сдвоенные оу наподобие б а 45 58 55 уже не помню так силовые цепи выходные то есть то что идет на громкоговорители дополнительно здесь все заложено это хорошо конечно же ну и в целом аккуратно все запаяно красиво аккуратно так по поводу по поводу микросхем у энчи кстати разводка мне честно сказать понравилось потому что если присмотреться тут очень много реально компонентов но перемычек не так уж и много то есть тогда очень сильно заморачивались именно над разработкой печатных плат это сейчас есть всевозможные программки которые там могут предложить разные варианты разводки тогда все это дело сидели вероятно и вручную рисовали так ладно не в этом суть по поводу микросхем вот они как и предполагалось здесь нету инвертора то есть непосредственно микросхема питаются от 12 вольт здесь стоят тошебовские микросхемы т8231 на которой мне удалось найти деташит и исходя из деташита становится ясно что эти микросхемы могут работать и на двухомную нагрузку и только при этом при с таким раскладом они могут отдать заявленную мощность то есть под четырехомную нагрузку а производитель заявлял именно 48 35 ватт на канал никак это обычная микросхемы класса а b вот здесь схема и по схеме видно что обвязка минимальная то есть 2 2 конденсатора по входу здесь выходная цепочка ну и собственно громкоговоритель никаких дополнительных цепей нету питания и все микросхема поддерживает стендбай и здесь вот приводится некоторое сведение о мощности и вот этот второй пункт давайте поближе сделаю вот то что сверху 37 ватт она дает на двухомную нагрузку на двухомную вот rl 2 ома то есть на четырехомную нагрузку никак и и вот нижний пункт 22 ватта выходной мощности при питании 13 2 вольта при искажениях 10 процентов то есть это уже достаточно ощутимое искажение и при нагрузке в 4 ома то есть никак не на 2 ома ну и под разные нагрузки здесь производитель указывает мощность но здесь схема подключения и так далее понятно то есть да микросхема такая среднестатистическая для автомагнитол скажем для усилителей ну и сейчас принципе я не знаю именно эти скорее всего нет но аналогичные можно без проблем найти в современных уже автомагнитолах вот так вот устроен данный усилитель я еще раз убедился что без малейшего сожалению выкину эту плату и поставлю здесь что-то нормальное потому что я вот думал насчет возможно переделки там повышение мощности и так далее нет здесь ничего абсолютно нет смысла делать менять микросхемы тоже то есть есть проблема это не работает вероятно проблема в самих микросхемах вероятно в операционных усилителях то есть что-то по входу то есть реакция на включение громкоговорителя есть но абсолютно нулевой реакции на вход вероятно здесь во входных цепях какая-то проблема но с любым раскладом чинить это не имеет абсолютно никакого смысла так как по звучанию в целом эта штука не будет отличаться от штатной автомагнитолой поэтому я предпочитаю плата тут большая места много хотя вот и по высоте здесь не очень большая высота получается но если постараться здесь можно такой серьезный инвертор ватт на 100 воткнуть ну и по 50 ватт чистыми два усилителя у меня как раз таки на примете есть тда 1514 по моему где-то здесь подпишу хорошие усилители высокого качества возможно опять же микросхемные возможно это и поставлю или же транзисторный вариант либо д-класс в общем пока не определился но однозначный проект будет скоро на основном канале видео ни о чем просто самому было интересно смотреть что внутри не решил включить камеру на этом друзья все не забывайте оценить это видео при возникновении любых вопросов связанных с электроникой можете обращаться нашу группу все ссылки в описании до до новых встреч пока